Вспоминая и сравнивая состояние Владивостокского транспорта за последнее десятилетие, собеседники пришли к общему мнению, что главной точкой его перехода на новый уровень стало возрождение муниципального автопарка. Когда Владивосток значительно расширился за счет постройки снеговой пади и преображения русского острова, а перевозчики отказывались брать необъезженные и непривычно длинные маршруты, появилась острая необходимость доставки пассажиров в эти новые районы. И вот тогда было принято очень важное, затратное, но стратегически верное решение создать или воссоздать муниципальный парк автобусов. Мы купили 52 мана и порядка 100 микроавтобусов Крафтерда. На сегодняшний день рынок городских пассажирских перевозок делят между собой 14 операторов. Всего в городе 91 маршрут, 19 из них муниципальные. Главное их назначение сделать доступными отдаленные микрорайоны Владивостока. Задача вывести до центральных дорог, до основных магистралей наших жителей, для того, чтобы они смогли тогда либо перестись на другой транспорт, либо зачастую маршруты заканчиваются в центре города и люди уже идут по своим делам на работу. Как отметили собеседники, назначение социальной в маршрутах города является синонимом невыгодной. На сегодняшний день во Владивостоке цена билета за проезд в автобусах одна из самых низких по стране. Некоторые маршруты, по мнению автотранспортных предприятий, работают в минус. Сколько сейчас просят эти люди, которые занимаются автоперевозками? Они же регулярно говорят, давайте поднимем, давайте поднимем, до скольки нужно поднять? Есть реальные данные от компаний-перевозчиков. В настоящее время реальный тариф это будет составлять порядка 30 рублей. 30 рублей. Сейчас он 21. Это означает, что город работает в убыток и на грани рентабельности работают те люди, которые занимаются пассажирскими перевозками, так? К сожалению. Цену поднимать не собираются, а планируют поднять рентабельность за счет установки кэшбоксов в автобусах. Ранее их уже тестировали на двух маршрутах города, теперь доработали и исправили все недочеты системы. Кэшбокс означает, что можно будет рассчитаться как наличными, так и безналичными. То есть не отдать на стойку перед водителем, чтобы он насчитал сдать, а только через кассу. Потому что это серьезная проблема. Опросы показывают или исследования показывают, что примерно четверть денег не доходит либо до хозяина автопредприятия, либо до муниципального предприятия, потому что оно теряется на пути от пассажира к водителю. Подробнее о кэшбоксах, о том, каким образом японцы предлагают улучшить дорожную ситуацию в городе, об электричке на Эгершельд и о том, вернут ли паромное сообщение с русским, смотрите в полном выпуске программы «Разговор с Андреем Калачинским» на 8 канале. Илья Клименко, Василий Косилов и Андрей Макаров. Новости на 8.